Интервенция «Художественная эмиграция первой волны». Выставка под таким названием открылась в Ивановском художественном музее. В экспозиции собраны картины и скульптуры из двух хранилищ – Ивановского и Ярославского. В общей сложности около 90 работ – 50 авторов. Организаторы выставки постарались показать творчество русских художников, покинувших родину в первые десятилетия после Октябрьской революции. В то время мастера уезжали за границу из-за разногласий с властями, чтобы воссоединиться с семьями или просто в поисках заработка. Большинство работ сделаны в дореволюционный период. Здесь есть картины кисти художников, очень известных – Александра Бенуа, Константина Сомова, Константина Коровина. Также встречаются полотна авторов неизвестных широкой публики, но столь же виртуозных. Здесь и разнообразие жанров, и разнообразие стилей, и разнообразие направлений, шоя от представителей выпускников Академии художеств, училища живописевая неизучества, членов товарищества передвижников, так и представителей русского модерна, прессионизма, сторонники уже более новых современных течений в искусстве, бежавиков, вплоть до представителей авангарда. По словам специалистов, эта выставка представляет пеструю разнообразную картину русской художественной жизни начала 20 века. На некоторые полотна нужно взглянуть несколько раз, чтобы понять суть или даже разглядеть нечто большее. Например, при ближайшем рассмотрении зрители удивит картина кисти Ильи Репина. Если все, то не я. Картина написана, скорее всего, в Москве в 90-е годы. Здесь как бы с датировкой сложно, но она интересна тем, что она двойная. У нее есть нижний слой, и она изображает в своем нижнем слое Ивана Сергея Четургенева. Разглядеть в этой картине еще один рисунок сможет только очень внимательный зритель. Сквозь краску проступают едва заметные линии. Попробовать могут все желающие. Выставка будет работать до 6 ноября. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.